Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, сегодня мы продолжаем, ну, практически традиционный разговор в это время об инвестициях, о финансовых рынках, ну, в какой-то степени. Хотя это не совсем традиционная программа, и, собственно, почему это так, я объясню чуть позже, а точнее даже и объяснять не буду, наверное, в рамках разговора это будет видно. Тем не менее, обозначим тему сначала, звучит она замечательно, романтично, я бы даже сказал, новые инвестиционные инструменты современного рынка. Ключевое слово здесь – новые. И об этом мы будем говорить с моими сегодняшними гостями. Представляю, сегодня в студии Андрей Бордиан, директор Института социальных и финансовых коммуникаций Инсовком. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Андрей Шевченко, руководитель некоммерческого партнерства «Инициатива социального творчества», аббревиатура ИСТ. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Я сразу хочу вас предупредить, поскольку у нас потом будет расшифровка, все, что мы в эфире говорим, будет еще на сайте в виде, так сказать, записей, да. А вы оба Андреи, я загадаю, конечно, желания сегодня, у меня их много. Но я буду иногда добавлять фамилию, хорошо, что кто-то из гостей говорит, я говорю, это Андрей Бордиан, а это Андрей Шевченко. И тем более, что оба брутальные мужчины, и голоса у вас примерно одинаковые. Будет сложно нашим расшифровщиком просто работать. Дальше, еще несколько приготовлений к нашему разговору. Значит, для слушателей я сообщаю традиционную информацию. Можно задать вопрос, позвонив в студию. Телефон 6510-996, код Москвы 495. Также свой вопрос вы можете задать на сайте finam.fm. И тот и другой вариант мною рассматривается. Я, соответственно, даю, читаю его в прямом эфире, и мы отвечаем с моими гостями на ваши вопросы. Ну и также традиционно, не будем отступать от правил, поскольку сухой остаток, это прежде всего программа, посвященная событиям на финансовых площадках. Сегодня, вы знаете, да, выборы в Штатах, мы ждали их долго-долго. Вчера отечественные площадки не торговались, соответственно, тоже любопытная история. И вот я сейчас быстренько пробегу по той информации, которую мы видим сейчас на финансовых площадках. Значит, она такова. Картина маслом, что называется. Итак, мы наблюдаем с вами. Ну, сегодня вяло-вяло-вяло-вяло торгуются, да, американцы не торгуются, поскольку, понятно, значит, наши сегодня РТС прибавляет. Ну, и РТС, и МВБ практически чуть больше половины процента. Сырьевые рынки, Brent, 108,42, полтора процента от цены вчерашнего закрытия. Золото, 1690 против пятничного падения. Хорошее совершенно было движение вниз. Вот, ну, наверное, уже завтра мы его более детально обсудим. Инструменты валютного рынка, евро-доллар, опускался ниже 11,8, сейчас возвращается. Ну, и основной набор голубых фишек отечественного рынка также разнонаправленно. Прибавляют АвтоВАЗ больше 2% и Аэрофлот примерно в той же динамике. Вот такая вот картина маслом на 18.06 в Москве. А теперь, уважаемые слушатели и уважаемые гости. Андрей, что случилось? Не, нормально все? Как-то ты руками голову прикрыл. Помните, да? Гипс снимают, клиенты уезжают. Все пропало, все пропало. Не, нормально, только начинаем. А так, значит, сейчас, уважаемые гости, давайте начнем непосредственно наш сегодняшний разговор. Итак, повторю, новые инвестиционные инструменты современного рынка. Слово «новые» меня больше всего интригует. Ну, и Андрей, Андрей Бордян. Да, начнем с тебя. Да, ну, сегодня, когда мы готовились к этой передаче, скажем так, мы готовились к ней, как рассказать о таком явлении, как финансовые пирамиды. И рассказать даже не с точки зрения не о финансовых пирамидах, а о гораздо более новом явлении, таком, как кассы взаимопомощи, которые... Ну, это не такое уж и новое явление, мне кажется. У меня мама, я помню, работала на заводе, и у них была касса взаимопомощи. Ну, да. Все новое, хорошо забытое старое. Согласен. Причем и пирамиды тоже были в древнем Египте, да, насколько я помню. Да. Продолжай. Соответственно, в какой-то степени это забытое старое сегодня новое, и основной вопрос, что это новое сегодня дает определенные возможности, в том числе инвестиционные. Так. И вот, соответственно, мы хотели бы сегодня рассказать о том, какие же это возможности, в том числе инвестиционные, ну и другие. Потому что мы занимаемся этим делом достаточно глубоко, ну, в частности, я, наш институт Инсовком занимается изучением этих вопросов. Вот. И могли бы на эту тему многое рассказать. Ну, это замечательно. Замечательно, Андрюш. Ну, я хотел бы добавить... Это Андрей Шевченко, извините. Да. Хотел бы добавить вот что. Действительно, и пирамиды, и кассы взаимопомощи, это, ну, скорее уже такие затертые ярлыки. Причем я тебе хочу сказать так, серьезно затертые. Серьезно затертые, да. Потому отношение, конечно, такое стереотипное. И, в общем-то, спич не об этих ярлыках, а действительно о том, какие возникают новые финансовые явления. И хотя эти ярлыки можно в какой-то степени к ним привязать, но мы-то говорим о новых явлениях. Просто здесь даже язык не сложился. Вот вертятся такие слова, как краудфандинг, краудсорсинг, какой-то коллективный разум, краудкастинг. Нет, ну это нормально. Крауд... Как крауд, еще раз скажи. Краудкастинг. Нет, нет, кастинг это потом, а первое слово. Фандинг. Фандинг. Вот краудфандинг, мне это слово знакомо. Я, кстати, два слова буквально перебью тебя. Я был на недавнем визите господина Брэнсона в Москву. Я так понимаю, да, тоже, Андрюш, был? Да, Ричард Брэнсон активно развивает тоже эти темы. Вот, и я сидел на... Ну, пока до его выступления, да, весь день там были конференции, конференции, конференции. Одна из них как раз... Точнее, не так, одна из групп, что ли, да, их там на три группы разбили, все эти конференции. Ну, и выступали там по часу, да, представители. Вот одна из групп была просвещена как раз краудфандингу. Еще раз, помоги мне. Краудфандинг. Краудфандингу, да, краудфандингу. Я там просидел часа три. Крауд... Сейчас я напишу себе. Фандинг. Правильно? Да. Ну, как-нибудь так. Я просидел там часа три. Я слушал, значит, выступления российских ребят, да, они предлагали некую платформу, платформу там, да, идея главной платформы. Я слышал выступления, значит, товарища из Кореи, по-моему, и из Англии. Из Англии. Ну, и какое-то представление у меня сложилось. В общем, давайте об этом и поговорим сегодня. Краудфандинг. Продолжай. Да, ну, вот как раз к этому, значит, действительно, что-то обсуждается, что-то создается, но сейчас это все находится в зачаточном состоянии. Если говорить о том, что есть в России, ну, можно назвать там пару-трой каких-то проектов. Поэтому дело как раз не в том, что сейчас есть, а в том, куда как бы движется этот тренд. И мы, как, ну, исследователи, хотели бы вот обозначить или попытаться проговорить это здесь на передаче, куда это все движется и какие черты сейчас есть у тех явлений, которые вот можно связывать с этими словечками. Не очень удачными, потому что за ними стоят там размытые смыслы. Вот хотелось бы уточнить это. Но оно не очень удачное, еще и трудновыговариваемое, поэтому. Да, да, да. Ну, сейчас вот был эфир, как раз две дамы очаровательные, да, мы говорили о моде, мы говорили об одежде. Вот, и в очередной раз пришли к тому, что очень много американизмов, и абсолютно невозможно заменить понятным русским словом. Тренд, бренд. Да, более того, для нас это несколько даже, по-моему, оскорбительно звучит, потому что крауд это толпа, и, соответственно, краудфандинг это... Ну, ладно, ты близко к сердцу уже тебя принимаешь оскорбить. Ну, это еще и народ, то есть народные фонды, можно так сказать. Кстати, да, Андрюш, вот я сейчас вспомнил одно из выступлений, и там переводчик, ну, переводчик, понятно, он с английского переводчик. Я опять о Брэнсоне, вот, об этом, да, не волшебном, в своей жизни вспоминаю. Переводчик, он особо не заморачивается, он просто переводит, да, и звучало много раз. Толпа, толпа, толпа. Она, да, а на слух это негативно все-таки действует. Толпа, это, значит, баранов каких-то, да, там, ведут на убой, извините, конечно. Продолжай. Ну, так вот, собственно говоря, речь идет о том, что с развитием интернета в нашу жизнь начинают приходить новые формы. В частности, вот, краудфандинг, это как вот такое народное финансирование, активно развивается в Америке, да. Так активно развивается, что вот эти регуляторы по фондам и финансовым рынкам уже начинают бить тревогу. А по поводу чего они бить? Ну, они уже называют краудфандеров, да, мошенниками и так далее, то есть, всякие такие вещи. И вот у нас в стране, ну, это явление начинает приобретать другую форму. То есть, это все начинает вливаться в кассы взаимопомощи. И вот как мы говорим, что это старые забытые формы, но тем не менее, это старые забытые формы, навеянные новыми трендами, то есть, новыми движениями. То есть, мы говорим о том, что начинается эпоха глобальной децентрализации, то есть, такие вот централизованные инструменты, как биржи, банки, фонды, начинают терять свою роль в современной экономике, начинают обретать прямые пир-ту-пир взаимодействия. И вот, соответственно, наши-то кассы взаимопомощи, которые сейчас формируются, они имеют этот, вот, они развиваются в этом тренде. Ну, смотри, пир-ту-пир взаимодействие прямое, непосредственно, когда глаза в глаза мы смотрим, правильно? Ну, не совсем, между нами может быть интернет. Вот, не просто может быть, а он есть между нами, и глаз-то конкретного, как правильно сказать, собеседника, да, конкретного визави, я же не вижу. Кто там по ту сторону интернета, это всегда загадка. Ну, а видите, здесь появляется доверие и появляется как... Откуда оно появляется, если я не вижу глаз? Ну, социологи это называют сила слабых связей, вот такая штука, то есть, люди вроде бы... Социологам дай только волю, они там... Социологам, да, но, тем не менее, есть реальные люди в социальных сетях, и мы видим, что действительно там начинается взаимодействие. Я хотел бы вот дополнить, Андрей, он сказал, что у нас это касса взаимопомощи, а что там, да, то есть, мы с чем сравниваем? Парочку таких примеров привести. Ну, не секрет, что такие огромные корпорации, как Google, там, или Hewlett Packard, они пользуются услугами людей-энтузиастов, это уже такая разновидность, краудсорсинг называется, да, когда они привлекают... Андрюш, извини, пожалуйста, время, вот видите, сейчас, время послушать новости, а потом мы, конечно, продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем, продолжаем. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем новые инвестиционные инструменты современного рынка. Об этом говорим с моими гостями, представляющий раз Андрей Бордиан, директор Института социальных и финансовых коммуникаций «Инсовком», и Андрей Шевченко, руководитель, ну, давай просто, НП, да, некоммерческого партнерства, руководитель НП «Инициатива социального творчества» и СТ «Аббревиатурка». Еще раз добрый вечер. Добрый. Да, ну и давайте продолжим, и давайте продолжим, в чем же, собственно, идея основная новых инвестиционных инструментов. Значит, мы упомянули о кассе взаимопомощи, о краудфандинге, неприятные слова. Давайте к сути. Ну, давайте к сути. Значит, как мы помним, вот кассы взаимопомощи, которые действовали в нашем недалеком прошлом, в советском, как бы они действовали по принципу закрытых групп. То есть количество участников не было ограничено, а значит, нужно было вводить какие-то инструменты, то есть либо розыгрыши, либо очередность на получение, собственно говоря, помощи. А ограничено по какой причине? Ну, потому что количество участников ограничено, соответственно, количество денег ограничено. По какому-то коллективе, да, соответственно? Да, да, да. Соответственно, вот интернет дал возможность неограниченного притока участников, поэтому здесь можно, скажем так, гораздо смелее начать оперировать с таким инструментом, как сама, собственно говоря, помощь, выплата. И с другой стороны, эта возможность неограниченного притока делает эту кассу взаимопомощи похожую на пирамиду, то есть на финансовую пирамиду в том виде, в котором ее... В плохом смысле слова. Да, в плохом смысле этого слова. И в данном случае вот эта вся путаница, как бы, наводит тень на плетень, да, что называется, и вызывает у нас... То есть одно не есть другое, правильно? Да, одно не есть другое. Вызывает у нас вот те противоречивые настроения, которые сегодня творятся в обществе. Я здесь отвечаю на вопрос, а как же отличить кассу взаимопомощи от финансовой пирамиды? Я здесь всегда привожу такой пример, что вот садист-убийца и хирург внешне... Хорошие примеры у тебя, я тебе хочу сказать. Внешне выглядят одинаково, да, то есть они используют одни и те же инструменты, иногда все вот так в крови заляпаны, да, и у них даже результат их деятельности иногда одинаковый. Но мы знаем, что у врача совершенно другие, скажем так, мотивы, да, то есть им движут другие помыслы. Вот, соответственно, здесь в данном случае, говоря о... Кровожадный какой-то пример у тебя, ну прям вот я тебе умоляю. Но он действенный, то есть мы говорим о том, что отличить кассу можно только по помыслам организаторов. То есть если в их идеях и убеждениях стоит истинно помощь, то есть правильное распределение там тех ресурсов, которые собираются, значит это касса взаимопомощи. Если там с другой стороны помыслы другие, значит это пирамиды. Смотри, даже если, не хочется опять в эфире повторять, но тем не менее, даже если твой кровожадный пример привести, вспомнить опять, да, то там даже не помыслы, а там, в принципе, суть-то видна. Этот вот такой, а этот вот такой, этот в белом халате, а этот непонятно вообще в чем. А как помысл, помысл обнаружить у того, кто создает этот самый, собственно, социум, новый социум, да, как помысл, он где, откуда я его знаю. Я же не могу ему в голову влезть. За этим должен стоять человек, вы должны знать бэкграунд этого человека, понимать, что истина движет этим человеком. Ну я бы добавил здесь, что все-таки раз мы говорим о каких-то новых социальных явлениях, то у нас появляются уже какие-то, ну вот, надежда, черты найти такие формальные. То есть что, это что-то новое, это что-то реальное, или это в плохом смысле финансовая пирамида. Ну опять очередной какой-то, разводилово. Каковы эти черты? Вот все же приведу пример, может быть, будет интересен тем, кто с финансами связан. В 68-м году разбивается Challenger. Что происходит на рынке? Хотя есть четыре компании, которые потенциально могут быть виновны в гибели корабля космического. На рынке сначала падают акции всех четырех компаний, там есть такие, как Lockheed, Boeing, да. Тем не менее, к вечеру, к вечеру этого же дня, курсы выравниваются, кроме одной компании, Morton, которая через полгода и была объявлена, значит, виновником аварии. Что происходит? Происходит то, что вот и задействует краудсорсинг, то есть некий такой коллективный разум, когда люди, по сути дела, вот они своими деньгами, или как проходит на... Ровно четыре года назад, когда выбирался Обама, именно фьючерсные контракты, которые трейдеры покупали на, значит, выигрыш того или иного претендента, показали более точную картину, чем аналитические прогнозы и опросы. Вот, это тоже было, значит, был задействован краудсорсинг. Так вот, возвращаясь к кассам взаимопомощи, действительно наблюдается тренд, что эти кассы идут туда, куда идет краудсорсинг. То есть к задействованию огромного количества независимых мнений разных людей. и их денег, если речь про краудфандинг, которые могут направляться на решение каких-то проблем, в том числе социальных, или на финансирование каких-то проектов. И вот это совершенно отчетливый признак того... Ну, мы говорим об инвестиционной деятельности, все-таки, наверное, это будет связано с инвестициями. Я правильно понимаю? Ну, в том числе с инвестициями. Но, опять же, проблемы могут решаться интеллектуального характера. Например, многие корпорации с Fortune 500 решают свои проблемы, там, узкие, там, химические какие-нибудь, например, с помощью любителей, там, не знаю, математиков, которые лезут в химию и действительно там что-то совершают. Это тоже вот одна из черт формальных, как бы, краудсорсинга. То есть соединение мнений многих людей позволяет достигнуть эффекта большего, чем может достигнуть группа экспертов. И кассы взаимопомощи на сегодня, конечно, мы еще не можем про них говорить, что они вот это. Но, если они в эту сторону движутся, если они могут мобилизовать социум, если они могут стать платформой для вот такого движения, когда люди перестают, там, не знаю, жаловаться на власть, там, еще чего-то делать, когда они начинают действовать, делать какие-то проекты, решать какие-то интеллектуальные проблемы, наверное, вот это один из признаков. Хотел добавить. Я с тобой соглашусь, во-первых, ну, в нынешние времена, в 21 веке, да, новые модели социального общения, они очевидны, да, новые отношения. И здесь не поспоришь, действительно. Если есть что-то, что способно объединить, да, огромное количество людей, некий создать вот такой вот, да, всеобъемлющий разум, ну, флаг в руки. Другой вопрос. А каким образом касса взаимопомощи будет таким объединительным моментом? Как, как, что она должна, ну, я не знаю, пообещать, что она должна из себя представлять? Ну, вот Андрюш начал с того, что, да, этим, ну, первым, да, плюсом должен быть некий индивид, я так правильно понимаю, да, то есть человек реально физический, который чистотой своих помыслов должен повести, что-то мне это напоминает, что-то я сейчас руками размахиваю, да, ну, тем не менее, ладно, бог с ним, не будем ассоциаций никакие, да, сейчас не будем воспоминаний, ну, тем не менее, вот так это выглядит. Некий индивид, который чистотой своих помыслов убедил, да, много-много людей, ребята, идите за мною. Так это должно быть. Безусловно. Вы знаете, это в краудсорсинге называется благожелательный диктатор. То есть, например, есть Линус Торвальдс, да, то есть человек, который привлек, там, десятки тысяч программистов по всему миру к совместному созданию, там, операционной системы Linux. Но если мы говорим, что за ней не будет завтра Линуса Торвальдса, то, наверное, дела пойдут хуже. Поэтому он тоже, как бы, обусловлен этим сообществом. Он уже не может противиться тому, что он сделал. Но он может все-таки играть вдохновляющую и направляющую роль, и это действительно должен быть человек с чистыми помыслами. Он первый сказал, что, ребят, давайте вместе делать. И если он прекратит, вот, играть, значит, в эту игру открытости и взаимодействия, то сообщество его снесет. Поэтому отсюда и название такое – благожелательный диктатор. С одной стороны, да, он на что-то влияет, но с другой стороны, как только прекратится его благожелательность, то, в общем-то, сообщество будет сильнее и сметет его. Я понял. Ну, ладно, если позволите, вот, вы меня пока не очень убедили, вопрос открытый остается, да? Вас, наверное, интересуют вопросы все-таки инвестиционного характера, прибыли и так далее. Я бы хотел, да, не подожжим на землю спустились. Вот давайте, вот как раз создался такой удобный момент, когда можно, да, говорить о том, что мы стоим в некой фазе, когда вот эти новые социальные формы, с новой социальной виднее, могут достигать некой новой эффективности, которая может быть и тысячу, и две тысячи, я не знаю, и миллион процентов, да? То есть, давайте инвестиционным языком говорить. То есть, мы говорим о том, что группа людей в коллективном разуме, выйдя на какой-то уровень финансового обеспечения, да, то есть, в соответствии с пирамидой Маслоу, да, выйдя на творческий уровень, может совершить нечто, то есть, прорывы, да? Соответственно, с одной стороны, эта группа может создавать для себя запросы, да? Помните, Элвин Тоффлер, экономика самообеспечения, да? То есть, мы можем объединяясь, создавать для себя новые запросы. Энергоэффективное жилье, там, бестопливные генераторы, синтез материи и так далее. То есть, мы говорим о том, что... С другой стороны, она может для себя решать эти задачи, имея ресурсы. И в данном случае мы говорим, что там через некоторое время эта группа может изобрести вечный двигатель и синтезировать материю. Просто заасфальтировать улицу. Да. Ну, хотя бы с этого начать. Ну, вот. И, соответственно, что получается? Что может ли общество залезть сегодня в долги ради вот этой будущей эффективности? И речь идет о том, куда же инвестируются деньги из КАЗ взаимопомощи? И так вот мы говорим о том, что общество сегодня, эта группа создает некий долг, некий там пузырь, да, как его называются, находясь в одном шаге от нового прорыва, от новой эффективности. Понятно. От новой субстанции. Да, новой субстанции. Или парадигмы еще. Парадигмы, да. Ладно. Вновь. Вы, вот, не, не очень симпатично с вами разговаривали. Вы вообще, ребята такие симпатичные, улыбающиеся. Но вас все время куда-то вот несет вверх, вверх. Давайте приземляйте. Давайте опять мы приземляемся. Смотрите, друзья мои. Андрей, уважаемые, дорогие. Бог с ним. Касса взаимопомощи. Бог с ним. Нашелся человек, который увлек за собой миллионы. То есть в результате мы имеем некий, опять по аналогиям, я близким мне, да, мы имеем некий инвестиционный фонд. Можно так назвать? Можно. 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 И что делается дальше? Дальше нужно распоряжаться деньгами этого фонда. То есть банально инвестировать во что-то. Как это происходит технически и выбор инвестиционных инструментов? Вот всегда меня это. Деньги инвестируются в людей. То есть деньги берутся от одних и автоматом распределяются другим. Попадая в руки других, эти деньги формируют основу их благосостояния. Тем самым люди начинают расти, покупая жилье, квартиры, машины. И переходя от нелюбимой работы, нелюбимой деятельности, они переходят в фазу любимой работы, любимой деятельности. Теперь появилась такая возможность. Да. Тем самым они начинают быть особо эффективными для общества. То есть неважно. Мы говорим о том, что люди, которые достигают определенного благосостояния, у них включаются совершенно другие мотивы, другие инструменты. И вот здесь дальше начинается, то есть если этот человек просто производитель мебели, то он будет делать прекрасную мебель, инновационную. Если этот человек какой-то другой профессии, если он ученый, то, соответственно, он совершает прорывы. Объединяясь в группы, эти люди, еще раз говорю, с одной стороны создают для себя правильные заказы. То есть не то, что навязывает корпорации, а то, что нужно действительно людям. А с другой стороны, они коллективным разумом могут решать эти задачи. Формируются вот эти краудинвестиционные площадки. Такие, где мы сами себе заказчики, сами себе потребители. Это такой совершенно новый формат. Ну это абсолютно новый. Новый, новая взаимодействие. Он еще не возник, конечно. Да, и мы, собственно говоря, работаем над концептуальным вот его формированием этого образа, этого формата. Я, честно говоря, я понимаю, я далек, наверное, от этого. Я даже не могу охватить сейчас это у себя в голове. Я прошу прощения, мы сейчас слушаем новости на Финам.фл, а потом продолжим. Итак, в Москве 99,6. Действительно, это так. Финам.фм в эфире. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем увлекательный разговор. У меня ощущение вот на уровне подсознания, да, что вот мы говорим о каких-то прям космических вещах. Мне так нравится это. Позитив, да, позитив. Вот это все красиво. Но непонятно. Я ничего не понял, как к этому счастливому будущему приблизиться даже. Не то, что как в него войти. Значит, прежде всего, я еще раз напомню, в гостях у меня Андрей Бордиан, директор Института социальных и финансовых коммуникаций, коммуникаций, инсовком. И Андрей Шевченко, руководитель НП «Инициатива социального творчества». Ну и тему сегодняшней программы обсуждаем новые инвестиционные инструменты современного рынка. Здесь даже я уже другой акцент сделаю в названии. Современный рынок. Вот во многом, наверное, это определяет наш сегодняшний разговор. То есть мы живем в известное время и коммуникации несколько иные и отсюда все остальное. Андрей Шевченко продолжает этот рассказ. Я еще раз хотел бы попросить вас, все, о чем вы говорите, должно быть максимально, ну, мне, если хотите, если позволите, максимально понятно. Вот я хочу все время потрогать все руками. Ну, я прекрасно понимаю, что не все еще можно потрогать руками, да, но все только в процессе еще идет, правильно я? Ну, тем не менее, надо же, давай. Да, ну, давайте тогда вот возвратимся. Вы сказали такое словечко «инвестиционная компания». Давайте вот обыграем. Значит, получается, у нас есть некая касса взаимопомощи, которая, ну, характерна чем? Что есть просто достаточно большое количество людей, это важно. Вот Андрей сказал вообще про, так сказать, неограниченное количество людей или прибывающее количество людей. И здесь не может осуществляться управление этими инвестициями традиционным способом, да. Вот, извини, пожалуйста, а что ты по традиционным способам понимаешь? Я поясню, как Кейн сказал, лучше традиционно преуспеть, чем нетрадиционно разориться, да. Да, совершенно верно. И он был прав, согласись. Он был прав, но вот что выясняют, как бы, исследователи вот этих новых социальных форм, как краудсорсинг. Что, например, в традиционном смысле инвестиционная компания, она все-таки поступает таким способом, который, ну, скажем так, адаптируясь, она не может находить новых решений. И это не потому, что она плоха, не потому, что там неправильно какие-то ребята сидят на других нанять, а потому что природа человека такова, что когда мы собираем группу экспертов для решения какой-либо проблемы, то это неэффективно. Если мы собираем вместе с этими экспертами, новичков, вообще людей других профессий, другого склада ума, начинает работать разнообразие. И вот это главная штука. Ну, статистика есть, насколько вот последний будет эффективнее первого способа. Да, статистика есть, и во всех... Я не уверен, что это всегда будет именно так. Ну, знаете, эти эксперименты... Извини, я перефразирую даже твое предложение. Для того, чтобы эффективно управлять инвестициями, надо лабухов набрать, не профессионалов. Нет. Потому что они что-нибудь такое опа... Нет, так работать не будет. Как только вы соберете одинаковых людей, будь они лабухи, будь они эксперты, работать это не будет. То есть здесь важная черта разнообразия. И на самом деле, как бы там... То есть и те, и другие присутствуют. И те, и другие присутствуют. И важно, чтобы они были из других отраслей. То есть если мы говорим про финансы, это должны быть не финансисты, профессиональные. Почему? Ну, опять же, психология людям свойственна узость и традиционный подход к вопросам. И я повторюсь, вот та практика, которую ведут уже многие годы крупнейшие корпорации, она показывает, что решение проблем находят непрофессионалы. Ну, в данной конкретной области. То есть в химике находят математики и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, здесь речь идет о том, что касса взаимопомощи, если это действительно... Извините, знаешь, о чем подумал? Кто Нобелевскую премию в этом случае получит? А знаете как, они... Ведь математикам же не дают, а он... Я, я, планирую я. Я сейчас не о вас. Вот Андрей предложил. В химии, да, совершил открытие математик. А математикам не дают Нобелевскую премию. Нобель говорит, всем, кроме математика. Помните, да, у него там был адюльтер с женой у математика. И кто получит тогда? Вот такая штука была с атипичной пневмонией. Когда возник этот вирус, там, стали, значит, его исследовать. И подключили десятки лабораторий по всему миру. Всемирная, значит, ассоциация здравоохранения или общество, да. Эффект был какой? Действительно обнаружила там конкретный вирус, там, какая-то дама, не помню ее фамилии. Но вот конкретная какая-то женщина. Но если бы не было тех людей, которые именно вот такой краудсорсинговый совместный вклад вложили, если бы не было этих там сотен человекочасов разных лабораторий потрачено, то и не было бы ее открытия. Поэтому ассоциация объявила, что, значит, это была коллективная работа. И на сегодня вот, ну, как бы действительно нам надо, хоть мы и воспаряем, да, как вы говорите, нам действительно надо повернуть что-то в голове. Я не обидел вас, надеюсь? Абсолютно. Мы же воспаряем, то что мы будем обижаться? Это же видно, да, это же видно, что мы воспаряем. Вот. Надо повернуть что-то в голове, осознать, что действительно, как бы, грядут какие-то новые коллективные формы. И речь не идет о каких-то там революциях и так далее. Речь идет о том, что людям пора научиться вот этим инструментом овладеть, да. Если им пользуется Google, если им пользуется Hewlett Packard, если, значит, уже давно выборы анализируют путем фьючерсных контрактов, или как вот в Айове есть электронный рынок прогнозов, который очень многие проблемы решает, то почему бы не освоить это людям? Еще один пример. Недавно в 2003-м, по-моему, был скандал, значит, связанный с Министерством обороны США. Потому что это технология прогнозов на основе краудсорсинга, когда вот собираются люди, высказывают независимое мнение, потом их суммируют. Она настолько, значит, показала свою эффективность, что DARPA, это вот агентство при Минобороны США, решило, значит, затеять такую же штуку и заключать фьючерсные контракты, например, на состояние там в той или иной стране или на возможность терактов. Или переворотов, да. Там вступил, значит, в силу такой моральный запрет, и американцы очень сильно возмутились, и вся эта идея с треском провалилась. Но почему она вообще возникла? Да потому что это эффективно. И вот возвращаясь к нашей теме, мы видим, что кассы взаимопомощи, они создают ту реальную платформу, на которой это можно вырастить. Рано говорить, что там это есть. Но, во всяком случае, критиковать их надо вот за это. Нет, нет, мы не настроены критиковать. Кстати, я хочу подчеркнуть, извини, пожалуйста, да, ты вот приводишь примеры по поводу того, как создаются некие производные инструменты, в частности фьючерсы, на ожидании выборов, да, или там на ожидании каких-то событий. Но фьючерсы-то это инструмент срочного рынка, это классический инвестиционный инструмент, и ничего нового здесь нет. Да, но он не классически применяется, он не классически применяется, и он важен не сам по себе, не потому что здесь деньги возникают, не потому что человек ставит свои деньги на победу Обамы. Здесь возникает реализация одного из главных принципов краудсорсинга. Я уже сказал, они есть формальные, их можно вычленить и применить к кассам взаимопомощи. Это принцип независимости. То есть если в кассу взаимопомощи, допустим, да, заходит какой-то большой конгломерат людей с одинаковым мнением, как те самые эксперты, у которых одинаковый подход ко всем проблемам, то они действуют вот как косяк, как стая рыб. Они действуют единообразно. И это нарушает вот этот самый главнейший принцип независимости и как бы складывание разнонаправленных действий. Вы так думаете, я так думаю, но вместе мы можем что-то достичь. Не простым усреднением, а учетом и вашего мнения, и моего. Вот, поэтому, как представляется нам, вот такие вот вещи, связанные с краудсорсингом, можно применять для анализа эффективности, ну, вернее, неэффективности. Нету инструментов. А для построения вот этих инструментов, площадок, которые позволят задействовать новые вот эти формы. Друзья мои, я, если позволите, несколько вопросов задам. Просто у нас очень много этих вопросов, а времени не так много. Вот один из наших слушателей, Андрей, интересуется, ну, даже это уже вопрос риторический, есть ли будущее за кассами взаимопомощи? Ну, я думаю, да, ответ от вас ожидаемый. Если только они будут соответствовать вот тем условиям, которые время заставляет соответствовать. Иначе это будет действительно, как вы сказали вначале, очень что-то старое такое, типичное и не более чем. Ну, дай бог. Опять-таки, я думаю, что здесь главное, что они в новой среде, да, кассы взаимопомощи, как нечто старое, появляются в новой среде, а здесь новые отношения, новые коммуникации, новые даже технологические какие-то моменты. Финансовые коммуникации. Финансовые. Они изначально просто не могут повторить то, что было, да, там, 50 лет назад. Но, тем не менее, вопрос, Андрей, вот в следующем. Могут ли кассы взаимопомощи для простых людей, я не знаю, что он имеет под простыми людьми, могут ли они заменить обычные финансовые инструменты для зарабатывания денег? Ну, а мы говорили об этом только что. Обычные, классические, те, что, так сказать, сейчас принято связывать с инвестициями, да, это инструменты фондового рынка, товарно-сырьевого, тот же самый срочный рынок, там, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, говоря об инвестициях, нужно говорить о диверсификации. Соответственно, если вы, вы должны соизмерять риски, а кассы взаимопомощи, как известно, ничего не гарантируют. Так, и нет рисков. Или имеется в виду, что невозможно их, да? Да, их невозможно просчитать. Поэтому, естественно, в них нужно участвовать, но только соизмеряя, естественно, риски. Для кого-то это ноль. Да, то есть... То есть, другими словами, смотрите, я хочу принять участие вот в этом мероприятии под названием кассы взаимопомощи. Я изначально должен быть готов, что тот вклад, да, который я, так сказать, позволю себе проинвестировать, я с ним расстанусь через какое-то время, да? Вполне важно. Вы же взаимопомощь, вы же помощь оказываете, поэтому вы должны вкладывать то, что вам не жалко потерять. Ну, да, это вторая важная вещь, что здесь должна быть идея. Ну, это, кстати, психологический момент уже, да? Именно это, собственно говоря, и составляет устойчивость вот этой кассы. То есть, если все люди или большинство участников отнеслись к своему вкладу таким образом, значит... Кстати, вот, по этому поводу вопрос еще от Николая. Можно ли в наше время инвестировать так, чтобы и прибыль получить, спрашивает он, и благое дело сделать одновременно? Вот об этом речь, я так понимаю, да, Андрюш? Если такое социально ориентированное инвестирование, в кавычках, вот наш слушатель, видите, такой термин, ну, не новый, да, у вас, по-моему, тоже такой термин уже был, социальная и финансовая коммуникация. Ну, примерно то же самое. Если такое социально ориентированное инвестирование возможно, пишет Николай, то во что конкретно, в какие проекты, спрашивает он. Ну, о проектах мы сегодня, собственно, и говорим, а вот это идея социально ориентированного инвестирования. Да, это все непосредственно связано с нашей темой. Есть такие вещи, как экономика заслуг, они сегодня обсуждаются, или социальное предпринимательство. И, наверное, надо к первому фактору высказанному добавить, что все-таки участие в кассе взаимопомощи подразумевает, однозначно подразумевает некую идеологию принятия некой идеи или, если хотите, некой культуры. В данном случае культуры взаимопомощи. Другое дело, что касса должна, опять же, озвучивать для своих участников, в чем именно эта идея заключается и как реализуется взаимопомощь. То есть мы чего делаем? Мы благотворительностью занимаемся? Или мы, не знаю, строим новый высокотехнологичный завод какой-то? Что конкретно мы делаем? Или если это социальное предпринимательство, то в какие виды деятельности мы вовлекаем незащищенные слои граждан? Мы, создавая кассу взаимопомощи, определяем цель? Да, цель или цели и задачи, которые будут сопутствовать вот этой нашей финансовой деятельности. И вот Николай действительно задал очень четкий вопрос, потому что как раз вот здесь вакуум и как раз здесь есть перспектива для творчества и развития кассы взаимопомощи. Потому что начав по-другому, не так, как в Америке, ни с того, ни с краудсорсинга, ни с краудфандинга, начав по-своему, мы, получается, идем своим путем. Мы сначала создали некую платформу, мы уже объединяем людей в кассах взаимопомощи. Это явление есть, его нельзя обойти. Андрей, извини, а почему вы начали не так, как в Америке? Ведь все, что, ну очень часто то, что мы обсуждаем, да, вот в рамках бизнес-новшеств каких-то, они, во-первых, ну тут никаких новостей нет, приходят оттуда, да, и просто адаптируются на наш рынок, ну там, может быть, каким-то образом привыкая к ментальности, да, к погодным условиям и еще к чему-то. А ты говоришь, что вы революционно решили, да, мы будем не так делать, а мы будем по-своему делать. Почему? Ну, я говорю, мы, имея в виду как бы все наше общество, а почему, ну давайте разберемся. Получается, там пошли от реальных задач корпораций, а мы пошли от запросов людей. Андрюш, вот это важный вопрос, но тем не менее мы сначала послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш сегодняшний разговор в эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях у меня два Андрея. И мы обсуждаем эмоциональный инструмент современного рынка. Ну, Андрюш, Андрей Шевченко, да, я тебя прервал, мы уходили на новости. Вот это, собственно, логика, связанная с ментальностью, я не знаю, с чем еще. Почему вы не пошли по пути, который нарисовали нам уже американцы? Они много нам путей нарисовали красивых и разных. А ты все-таки говоришь, мы вот какой-то собственный путь выбираем. Почему? Ну, да, получается, мы пошли не от запросов корпорации, а от запросов людей. И вот, как Андрей подсказал, очень важным моментом является то, что фондовый рынок и соответствующие инструменты у нас не так были развиты. Поэтому вот кассы взаимопомощи здесь заняли в каком-то смысле пустующее место и дали альтернативу. То есть в этом причина основная. Ну, здесь еще не надо, конечно, знаете, есть роль личности в истории. Мы говорим, что у нас развитие кассы взаимопомощи, собственно говоря, благодаря МММ началось. И Сергею Мавроди, который, собственно говоря, имел такой опыт. Вот, и поэтому вот, наверное, два этих фактора. То есть, да, они развиты с фондовых рынков и наличие такого человека, который мог это сдвинуть с мертвой точки. Я понял. Так, один вопрос, любопытный вопрос. Вот об этом давайте поговорим, ответим на него. Юрий спрашивает. Мне кажется, вполне логично. Здравствуйте, уважаемые гости. А прибыль, полученная с помощью вашего институционного инструмента, ну или с помощью, так сказать, институционных идей, реализуемых вами, будет облагаться налогом для государства? Если да, то сколько процентов с дохода будет изыматься? Спасибо. Да, момент интересный. В первую очередь он всех интересует. Здесь зависит от того, какую форму конкретно выбрала соответствующая касса взаимопомощи. Или даже не касса взаимопомощи, а проект, который... Ну мы их сейчас пока условно все называем кассой взаимопомощи, чтобы он понятно. Да, окей. Но для каждого проекта или для всех проектов должны быть определены правила игры. То есть если есть некие конкретные юридические лица, конкретные организации, и есть соответствующие оферты или договоры, ну, соответственно, все должно делаться в соответствии с законом. Тем не менее, наш закон, там, в частности, гражданский кодекс не обязывает регистрировать, скажем, там, в Минюсте, да, те же самые некоммерческие организации. И, например, некоммерческое партнерство может принимать пожертвования, если оно направляет их на средства, соответствующие прописанным в уставе. Поэтому здесь ответить на вопрос, ну, как бы одним словом, просто не получится. Нужно только, чтобы все прописывали эти правила игры, ну и следили за ними. То есть все зависит именно от юридической оболочки. Да, юридическая оболочка, она может быть разная. Вот на сегодня краудфандинговые проекты, которые есть в России, их немного, это, ну, как бы мы говорим, да, что все это только развивается. А они имеют, как правило, некую оферту, где говорят о том, что ваши деньги мы принимаем вот на такой-то счет. Если что, если проект не соберет нужные суммы, мы отправим их вам обратно и так далее и тому подобное. Разумеется, они платят налоги и т.д. С другой стороны, вот именно как раз формат кассы взаимопомощи, когда деньги от одних людей переходят непосредственно к другим, не на какие-то цели. Специальные, да? Да, да, согласен. Если речь идет о проектах такого рода, то, соответственно, вот и выводы нужно делать. Ну, конечно, мы вынуждены, да, создать некое объединение. Да, мы просто скинулись кому-то вам, например, и вот пошли построили домик. Хороший пример. Такой вариант мне нравится больше даже. Будете смеяться. Еще один вопрос сюда же. Вадим Демченко спрашивает, планируются ли кассы взаимопомощи? Ну, давайте, не то, чтобы планируются, понятно, что об этом сейчас говорить еще рановато, наверное, но есть в этом логика, как вы считаете. Чтобы кассы взаимопомощи закрепить на законодательном уровне в России, обозвать их как-то, сказать, что вот это и есть там один из видов инвестиционной деятельности, в частности. Безусловно, безусловно. Этот рынок необходимо легализовывать, его необходимо даже, может быть, в какой-то степени регулировать. Ну, я думаю, что это будущее, вот за этим, как раз, собственно говоря, за регуляцией этих рынков. Кстати, вот пять минут назад, да, фраза такая прозвучала, и если я правильно понял, если нет, поправь меня, то, что вы видите, в частности, да, вот этот проект кассы взаимопомощи, мы в кавычках его поставили, он как угодно может называться, да, как альтернатива, и слово здесь сейчас я подберу, поскольку это близко моему сердцу, оно должно быть не слишком ругательным, как альтернатива неразвитому российскому фону, вот Андрей закивал радостно головой. Мировому, я бы даже сказал мировому. Даже мировому. Мы говорим о том, что у нас же кризис, да, который, финансовый кризис, и которые, те, кто концептуально разбирается в этих вопросах, понимают, что из него нет выхода. То есть, ну, на самом деле из него нет выхода. И вот, собственно говоря, такой формат взаимодействия, такой финансовых коммуникаций, социальных, собственно говоря, это зачатки новой финансовой системы. Новой парадигмы. Новой парадигмы. То есть, в конечном итоге, это вот попытка выйти из действительности. Пока еще слаборегулируемая, пока еще непонятная, мы ни слов, ни понятия, ни смыслов об этом не имеем. Гонимая, да, мы знаем, что сегодня... Гонимая, да? Ну, да, сегодня же... Ну, тогда нужно и о регулировании, так сказать, точнее сказать. То есть, в каком смысле, возвращаясь к предыдущей фразе Андрея, надо регулировать там, и можно регулировать. Если это новая форма, и если в ней очень многое зависит от прямых коммуникаций между людьми, соответственно, тут вопрос не в том, чтобы там издать, не знаю, некий законопроект, а в том, чтобы вообще освоить всю эту тему, все эти новые вещи, которые там, краудсорсинг, условно, там, как угодно. Опять же, понятий нету, да, их надо создавать. И уже тогда говорить о том, что это как-то... Потому что если люди обмениваются деньгами, если люди ведут какие-то совместные проекты, то все регулирование, которое здесь может быть, это только регулирование, чтобы эти проекты были в рамках закона, чтобы они не нарушали, не ущемляли права других людей, и т.д., и т.п. И регулирование — это, в первую очередь, изучение. У нас сегодня проблема, да, я приглашаю в наш институт различного рода ученых, но они, ну, всячески игнорируют. Сразу начинают регулировать, да, не поняв сути проблемы. Да, они сразу начинают судить. Ну вот, в первую очередь, конечно, это изучение. То есть сегодня нужно всем... Кстати, я знаю, что ты им в ответ сразу говоришь. Не суди, да не судимым будешь, да? Признайся, это тоже. Это так. Ну, мы сегодня просто на таком уровне с вами разговариваем. В философском. Да, 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 просто цитаты эти великие. Хорошо, я понял. Ладно, значит, смотрите, времени не так много, к сожалению, но, мне кажется, сегодня интересная у нас беседа была, да? Вот. Много информации, полезной информации, по крайней мере, ваша позиция тоже мне более-менее ясна. И все же не сочтите за занудство, но оставшиеся вот несколько минут, все-таки я хотел бы попросить вас еще раз пошагово, пошагово свою точку зрения вот обозначить. Что нужно сделать, чтобы все это, а, приобрело какие-то реальные очертания. Не просто вот мы сейчас, да, налили воды там у нас, поплавали в воздухе, там, красота, все, и ушли. Чтобы это реально, да? Что надо сделать, как это будет выглядеть и, собственно, куда двигаться. Ну, я бы вот так пару пунктов выделил коротко. Значит, первое. Все-таки обществу обратить внимание на это явление, которое невозможно замести под коврик, как-то обойти и так далее. И посмотреть на него все-таки с новой стороны, пусть используя эти словечки или какие-то другие словечки, но, тем не менее. Дело не в словечках, конечно. Дело в понятиях, то есть разобраться по сути. И второй пункт, это уже со стороны КАЗ, взаимопомощи. То есть, если с их стороны есть претензия на то, что это действительно новые явления, что эти явления направлены на благо людей, что эти явления претендуют на то, чтобы быть более эффективными, чем сложившиеся системы государственные или корпоративные и так далее, то тогда они должны на эту тему много чего сделать. И вот подводя итог вот этим сравнением нашего опыта и западного опыта, можно сказать, что все-таки оттуда нужно черпать. Мы в чем-то обошли Запад, сумев создать вот такие связи между людьми тесные, что-то наживить, но, тем не менее, не хватает реальных площадок и реальных проектов на них. И это в том числе наша задача, которую мы для себя с Андреем поставили, наконец-таки превратить в реальность вот эти подходы, которые долго-долго назревали. И нас в данном случае как исследовать? Что вы будете делать, чтобы они стали реальными, Андрёш? Ну вот, собственно говоря, мы сегодня эту тему изучаем. Во-первых, да, мы будем популяризировать, да, так говорят, пропагандировать. Мы будем об этом говорить, чтобы это было интересно сначала, да, как говорят в таких случаях. Главное вызвать первоначальный интерес, да, а потом уже надо, соответственно, давать. Да, ну и, соответственно, развивать вот эти формы, то есть коллективные покупки, коллективные инвестиции, все коллективные, коллективные заказы, в общем, экономика самообеспечения, переход вот в эту фазу. Вот, ну и, соответственно, что сегодня у нас есть, так это есть, собственно говоря, действующая площадка, на которой мы это все можем наблюдать. Действующая? Действующая МММ, это действующая площадка, на которой мы сегодня можем ставить эксперименты и развиваться вот в этой новой фазе. Это гораздо хуже, чем теоретизировать куда-то в воздух, говорить ни о чем. Ну, я надеюсь, мы все-таки ни о чем сегодня говорили, мы говорили о каких-то реальных вещах, да? Я бы так выразился, что у нас, по сути дела, как бы мы ни относились, у нас нет другого масштабного явления, которое претендовало бы вот на то, чтобы соответствовать этим новым как бы реалиям. И поэтому действительно надо говорить о том, чтобы продолжать этот вектор, продолжать эту перспективу и делать уже проекты, подключать этот коллективный разум, о котором мы сегодня говорили, на той площадке, которая действует. Если где-то соберутся еще миллионы людей, ну что ж, значит и там надо это делать. Пока что примеров у нас немного. И мы, как исследователи, смотрим на МММ вот именно с этой позиции, потому что чисто финансовые вещи, которые там протекают, это одно. Мы говорим именно о краудсорсинге, о новых вещах, о том, чтобы коллективный разум начал там работать и чтобы там реализовывались некие реальные проекты. Я понял, я понял. Хорошо, спасибо вам огромное. Я напоминаю, сегодня в гостях у меня были Андрей Бордиан, директор Института социальных и финансовых коммуникаций Инсовком, и Андрей Шевченко, руководитель НП, инициатива социального творчества. Мы говорили сегодня о новых институционных инструментах современного рынка, да вообще мы говорили о современном рынке, о его будущем точнее, да, с точки зрения неких социальных связей, социальных взаимодействий. Уважаемые слушатели, я, значит, небольшой анонс. Россия утонула в политическом троллинге, как отделить зерна от привил. На это другие вопросы Юрия Пранько. После выпуска новостей отвечает историк и политик Владимир Рыжков. А я благодарю вас за внимание, огромное вам спасибо, уважаемые слушатели, всего вам хорошего, успехов на рынке. Счастливо. Счастливо.